Браслеты, серьги, пояса. И все это с разнообразными белорусскими орнаментами. Квартира брещан Юрия и Александры полна таких хендмейдовских штуковин. Заниматься рукоделием они начали несколько лет назад. Сегодня это не просто хобби, а часть их жизни, которой они решили поделиться с тинейджерами. В начале этого года семейная пара начала обучать брестских школьников таинств от качества. Учитывая, что мы педагоги по образованию, психологи вообще, ну вот я еще и педагог-психолог, поэтому не хватало мне вот как раз какой-то работы по популяризации. И одно дело просто продавать изделия, делать их, сохранять традицию. Другое дело найти людей, которым это будет интересно и кто бы хотел научиться. Мы решили пойти по пути, так как дети всегда интересуются чем-то новым. Нас пригласили один раз на такое мероприятие, как ШАГ, по-моему, да? Да, ШАГ. Получается, известные личности малой родины. Ну мы, в принципе, да, известные личности. Телевидение снимает, поэтому... Вот, и мы пошли в 21-ю школу впервые, выступили перед детьми разных классов. И мы были поражены тем, что было очень много вопросов от детей. То есть, о самой традиции, от качестве, о вышивке, как о ремеслах. И мы поняли, что, в принципе, этим можно заниматься. За несколько месяцев ремесленники успели посетить три школы города. И каждая из встреч оказалась незабываема. Горящие глаза, желание попробовать себя в ткачестве и нескончаемая вереница вопросов от детей. Это все и ожидали Юрий и Александра. Наши предки учили рукоделию своих малышей с 9 лет. Потому этот возраст и стал начальной планкой для брестских креативщиков. Кстати, зачастую к мастер-классам присоединяются и родители. Когда родители вместе с детьми работают над каким-то изделием. И таким образом они вовлекаются в совместную деятельность. И это всегда сближает. Ну, как вот нас обучали на арт-терапии, что любая совместная деятельность. Плюс это усидчивость, это внимание, это развивающиеся качества. И ребенок маленький вместе с родителем может сесть и начать заниматься. Да, сразу у него, конечно, не получится шедевр. Но постепенно, если родители знают технологию, плюс мы что-то подсказываем, создаем атмосферу. И тогда у детей все получается. Процесс ткачества очень трудоемкий, говорят ремесленники. Ведь они сами учились постигать азы этого народного дела не один месяц. Чтобы соткать такой трехметровый пояс, понадобится от четырех до пяти дней. Конечно, такое занятие разовьет моторику и усидчивость не только у ребенка, но и у любого взрослого. Кроме увлечения ткачеством и плетением, ремесленники постоянно находятся в поиске новых хендмейдов. Например, Александра придумала тканевые мешочки для детей, наполненные вишневыми косточками. Такая игрушка для самых маленьких развивает тактильные навыки, но может применяться и с другой целью. Изначально было придумано, что будет просто вышитый мешочек с косточками и все. А потом мы подумали, что это не совсем практично, потому что сами косточки, их можно нагревать и таким образом делать компресс. Можно охлаждать. Буквально недавно я подвернула ногу, охладила, приложила и просто такой очень приятный холод у них. Плюс это релакс, подушечка, все что угодно. Кстати, обучение школьников ткачеству – это не единственная цель Юрия и Александра. Мы возим с собой также изделия, рассказываем об орнаментах, рассказываем, как мы их понимаем и читаем. Дело в том, что мы, проездив по всей Беларуси, собрали очень интересный материал, но он настолько различный от региона к региону. Казалось бы, одна страна, но столько разных людей. А еще у каждой мастерицы свой какой-нибудь есть такой вот интересный момент, как она понимала. И, в принципе, мы рассказываем в том числе и об орнаментах, об узорах, как их читать, как компоновать и как выбирать. В планах наших героев охватить как можно больше учебных учреждений города, а если потребуется, то и области. Ведь тяга к творчеству не имеет границ. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ.